Друзья, приветствую! Илья из города Вичуга Ивановской области прислал посылку с образцами масла Shell Helix HX8 540. Это полнозольное масло. Вот две баночки, свежая отработка А3Б4. Я, к сожалению, сразу не заметил описание, но в любом случае я его приведу. Данное масло я уже проверял. Эталон у меня в базе есть, поэтому я сейчас сравню свежие от Ильи с эталоном. Посмотрим, что намерит прибор и потом проверю уже отработку. Так, закладываю две капли в кювету и посмотрим, что покажет. Так, смотрите, противоизносных присадок 107 процентов, чуть повыше уровень, щелочное 12,7, в эталоне 12,8 граничные значения и кислотное 1,65, а в эталоне 1,7 тоже очень близко, 0,05 разница. В общем-то, все в пределах погрешности и противоизносные, и щелочное, и кислотное. Но у меня нет сомнений, что это оригинальное масло. Да, обратите внимание, воды 1 ppm, но это, скорее всего, что в том образце, который использовался для эталона, воды было больше. Это может быть и условия хранения, там и тара повлиять. Так, все, можно проверять отработку. Это Lada Vesta 2019 года, 1,6 двигатель, 129, 106 сил, объем масляной системы 4 литра, пробег 130 тысяч километров, пробег на масле 8150 километров, 264 моточаса по счетчику, средняя скорость примерно 30 километров в час, топливо Газпром не в 95. Так, прибор захотел измерить, значит, ячейки, измерить фон. Ну и давайте посмотрим, смотрите, значит, противоизносных присадок 98, много, если только они не попадают вместе с топливом масла. Гликоль 3,10 тоже, кстати, может быть из присадок топливных. И посмотрите, нитрование 32,9 достаточно такое высокое, нарастает. Спассажи 1,01 отлично, процесс сгорания нормально происходит. Значит, кислотное 2,8 на единицу наросло, даже чуть больше. И щелочное 8,3. Ну, здесь стоит держать в уме, что если есть топливо, то оно, конечно, повлияло на спектр масла в некоторой степени. То есть, если очень сильное разжижение, то результаты становятся не сильно достоверные. Вот так сам производитель заявляет. Сейчас посмотрим, что по вязкости. В принципе, 30 километров в час, средняя скорость, это должен быть такой смешанный режим с трассой. Соответственно, сильного разжижения не должно быть, на мой взгляд. Хотя вот уровень противоизносных присадок и гликоль, ну, как бы так немного намекают. Так, давайте посмотрим. Да, видно, что есть разжижение и разжижение приличное. Посмотрите, я оценил это примерно в 60 процентов, практически до желтого поля доехала отработка. То есть, достаточно сильное разжижение. Скорее всего, льют форсунки, подливают. Да, не забывайте отметить видео, подписаться на канал, кто не подписался. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Вот, да, есть разжижение, надо смотреть форсунки. Ну и прогноз по тому, что было, что стало. Моющие и нейтрализующие свойства. Более 500 моточасов. Шикарный результат, но масло очень крепкое там, максимальное. Вот, по нитрованию, видите, 280 моточасов. Здесь есть какая-то, на мой взгляд, проблемка. Ну и по вязкости разжижения. Но здесь, да, еще раз повторю, что надо учитывать, что возможное влияние топлива, которое находится в масле, на спектр и, соответственно, на результаты. Вот, скорее всего, форсунки надо посмотреть. Не знаю, как там они распыляют, насколько качественно. Хотя, с другой стороны, пассажи нормально. Ну, что-то льется. Может, какие-то прокладки там, как-то, я не знаю, там на форсунках что-то, что-то такое есть по разжижению. Ну и посмотреть нитрование, как часто меняется там. Воздушный фильтр, насколько он забит. Тут даже по воздушному фильтру играет роль, значит, регион и условия эксплуатации. Если достаточно пыльный, жаркий регион, то может быть и больше забиваться воздушный фильтр и, естественно, нитрование нарастать. Вот, что тут можно еще сказать. По гликоле, ну, вряд ли это попадание. Хотя, не исключено и попадание антифриза, небольшое, тоже с 30 и 639 ppm влаги. Ну, можно посмотреть там, понаблюдать за уровнем антифриза, за эмульсией на щупе, на крышке, нет ли образования. А так, в общем-то, масло крепкое, но есть эти некоторые тут такие моментики, как нитрование. Вот, расхода нет масла, поэтому... Ну, кстати, да, может быть еще клапан вентиляции картерных газов. Если он присутствует, то имеет смысл проверить, как это работает. Ну, вот такой получился тест. Благодарю Илью за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока!